Рейтинг Решение о создании нового банка развития БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран-участниц пятерки на саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталезо было подписано соглашение о новом банке развития. Официальный старт работе банка был дан в июле 2015 года в Москве. Капитал финансовой организации 100 миллиардов долларов. Основная задача нового банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и развивающихся странах. Перспективы развития китайско-индийских отношений станут главной темой встречи Си Цзиньпина и Нарендра Моди. Она состоится 27-28 апреля в китайском городе Ухань. Лидеры двух стран также обсудят политическую и экономическую ситуацию в мире. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел КНР, в кулуарах начавшегося в Поднебесной совета глав дип-ведомств стран БРИКС. Ван И отметил, что решение Си Цзиньпина и Нарендра Моди о проведении этой неофициальной встречи позволит развить взаимное доверие между лидерами двух стран и откроет новые перспективы сотрудничества государств. К 2020 году в центре Челябинска планируют разбить парк и построить набережную на реке Миас. Объекты, по задумке организаторов, будут напоминать аналогичные парки, построенные на выезде из города Дубай. В парке также будут велосипедные дорожки, места отдыха, бесплатный Wi-Fi, а зимой каток, наподобие того, что сделан в московском парке Горького. Кроме того, по проекту здесь совсем не будет заборов, будет лишь парапет на набережной. Роль ограждений будут выполнять кустарники и деревья. Стоимость проекта оценивается почти в полтора миллиарда рублей. Неэффективное управление персоналом, отсутствие системы приема и еще ряд проблем были выявлены в результате проверки в отделениях МВД ЮАР, инициированные по решению руководителя ведомства. Так Малоси Гигаба начал войну с очередями. Исходя из результатов аудита, офисам были присвоены зеленый, желтый и красный цвета. Людям это позволит выбирать те отделения, где гарантированно обслуживание будет быстрее, а самим работникам красных офисов позволит принимать опыт коллег из зеленых. Кроме того, было принято решение о введении дополнительной должности офицера фронтовой линии для работы с населением и создании мобильной рабочей станции, которая будет брать отпечатки пальцев и делать фотографии, оптимизируя процессы и сокращая время, которое клиенты тратят на это в отделениях Министерства внутренних дел. МИХАЛ ШЕВЛЯКОВ Который из-за перенесенной накануне операции на сердце не смог лично присутствовать в Сан-Паулу на турнире, организованном в его честь, но поздравил омского атлета по видеосвязи. МИХАЛ ШЕВЛЯКОВ